К сегодняшнему дню аграрии Чувашии намолотили 513 тысяч тонн зерна. Убрано больше половины площадей. Ежедневно на поля выходят 700 комбайнов. Необходимо завершить уборку урожая до конца августа. Площади посевов зерновых растут из года в год, поэтому принято решение создать новые места для хранения. На днях приступили к реконструкции канажского элеватора. Хорошо наблюдать, как течет вода, как горит огонь и как работают другие. Начало реконструкции канажского элеватора положено. В честь важного для республики дня у стен предприятия появилась памятная табличка. Огромное бетонное хранилище было возведено в конце 80-х, но так и не стало полностью востребованным. Здесь были напольные склады, старая линия для переработки ржи, но рожь перевели на переработку в Чебоксары. Здесь, так как уже часть была построена, вот эти бетонные банки, они намного ценнее, чем металлические. Там нет конденсата, не образуются и так далее. Качество семян, зерна хранится лучше. Просто похоронить мы не были готовы, поэтому решили достроить. На самом деле все очень просто. И в течение двух лет по контракту мы должны его запустить. Существующие складские емкости элеватора позволяют хранить 35 тысяч тонн зерна. А после модернизации возможности для хранения увеличатся на 30%. Для реализации проекта предприятия «Чуваш-хлевопродукт» используют как собственные средства, так и кредитные ресурсы. Этот инвестиционный проект, во-первых, прежде всего, очень резко расширит возможности нашего «Чуваш-хлевопродукта», акционерного общества, который находится в 100% собственности государства. Но, конечно, цель этого инвестиционного проекта, прежде всего, максимально перерабатывать производимую в республике сельскохозяйственную продукцию сыпучие. Ну и здесь задача еще и повысить качество семенного фонда для предприятий «Чувашской республики». После реконструкции на Канажском элеваторе зерно будет и храниться, и проходить этапы очистки и сушки, переработки на муку и отруби. Полный запуск проекта на этой площадке позволит расширить и производство комбикормов. Татьяна Иванова, Сергей Емельянов, «Вести Чувашия».